всем привет дорогие мои с вами главного аня проект выбирает онлайн и следующий обзор новиночек слушайте по моему 4 если не ошибаюсь и так мы с вами очень много посмотрели различных новиночек и тени в том числе и сейчас мы с вами передвигаемся к следующим новиночкам это вот такая вот красота только посмотрите сколько у нас с вами новинок ну одно из новиночек мы с вами посмотрели 2 у меня нет вот этой вот 41 231 а вот это ко мне пришла новиночка и конечно же пришел карандашик ну что ж давайте обсуждать всю нашу с вами красоту красоты неописуемой много сколько успею в полчаса втолкать столько с вами и посмотрим в этот раз первое что мне попадается это жидкие сияющие тени для век brilliant charm они идут пять с половиной миллилитров такая вот красота с артикулом пятьдесят восемь девяносто восемь подход для лица и тела легко наслаиваются не осыпаются можно использовать для создания стрелок ого представляете как классно это знаете вот эта подводочка под глазами да красиво будет ну слушайте мерцают они конечно только так очень красиво мерцают посмотрите какая красота ну что ж давайте будем смотреть прежде чем я вам покажу тени я хочу сказать что вот это вот помада супер мега красивая которую я вам показывала в прошлом обзоре она слегка проявляется артикул сорок один сто девяносто четыре вот я с мылом умылась а помада осталась в принципе вот лично мне это очень удобно я такое люблю так ну что будем пробовать я как обычно смотрю свое зеркало с артикулом 63 49 моя любимая пудрочка в этом драй perfect me которая наносится влажным и сухим способом так наносим 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 у ребят слушайте просто очень круто еще раз хочется обмакнуть и посмотреть ну они жидкие течение какого времени они будут замерзать это конечно надо посмотреть мерцание просто на высоте данном вы понимаете если я сейчас сделаю какой-нибудь подводочку и вот эти сияшки сделаю тут вот затемнение хотя она у меня как вы видите есть просто тут светлее меньше заметно получится просто мега вау хочется тут вот снизу вазик выделить но слушайте великолепно вот не знаю сколько нужно ждать чтобы они высохли но тени просто бомба на мой взгляд еще нанесу так ну что будем ждать или не будем сейчас с вами посмотрим долго ли они замерзают потому что у нас с вами уже были жидкие тени ну как бы не их надо было очень быстро наносить и если честно иногда не всегда удавалось их тушевать ну как бы я не успевала их растушевывать иногда а тут прям есть место потушевать время вернее потушевать есть и как бы никаких проблем они как подводочка смотрятся так смотрите слегка скатались значит сушить надо дольше все-таки дольше давайте поправим и еще посушим так интересно что на сайте указано течение с какого времени они замерзают на глазике но я пока вот чувствую знаете такой небольшой холодок поэтому мое ощущение что может быть даже целую минуту они будут замерзать но пока они свежие и жиденькие так слушайте нет еще надо чуть-чуть посмотрим посмотрим красота конечно неимоверная так они переливаются так они круто блестят это конечно что-то с чем-то мне кажется что стойкость будет просто бомбезная просто супер так следующая наша новиночка вот вот такой карандашик тут указано что это подводка маркер для век бриллиант шарм водостойкая текстура не отпечатывается и не смазывается изысканный черный оттенок с изумрудным переливом артикул 56 781 давайте пока его попробуем пока у нас тут все это дело сохнет так но тут уже высохла так вот такой вот он не знаю как его обозвать реально бриллиантовый есть отлив но его практически незаметно я бы так сказала были у нас и более такие блестящие но довольно таки прикольный классный блеск ну что ж будем пробовать подводку подводки я люблю от выберлик потому что знаю что их удобно наносить я люблю на пол глаза и не длинные хотя иногда грешу и когда ко мне приходит мастер макияжа я над ней могу поиздеваться и сказать нарисую не очень длинные стрелки так хотя сама этого не делаю так ну что нас с вами получилась маленькая дневная стрелочка и на мой взгляд черная и черная вот честно я не вижу ничего брать не буду никакого изумрудного перелива я ничего не вижу просто хорошая очень пропитанная аккуратная легко наносится вы все великолепно быстро высыхает легко сделать ей макияж все но я не вижу такого уж прям сильно изумрудного отлива может быть если это сочетать может быть зелеными тенями и изумрудная подводка может быть тогда она будет как-то круто но пока что я не замечаю знаете у меня есть детские тени давайте попробуем апгрейдить это все детскими тенями только они прям закрыты сильно я хотела немножко позже вот такая красота такая вот палеточка артикул 567 75 на вот на них аннотация вот они такие нежненькие хорошенькие давайте ее попробуем помучаем потому что не прям хочется уже что-то еще более красивой на моих глазах так чем-то дополнить мне кажется что просто подводкой просто блестки это маловато так слушайте ну детские тени кладутся на мой взгляд классно мне нравится как они кладутся нежненько и ровненько люблю я побаловаться красота но узнаете цвет такой прикольный и можно и а немножечко его еще и на щечки вот сюда до разнести и потушевать чтобы было в цвет очень красиво смотрится так 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 ну красота да и только здорово да не находите вообще великолепно я считаю что очень даже красиво и как-то стало всего хватать пустота вот ушла да а то просто блестки и все то еще я вам могу сказать что-то у меня блестки до сих пор не высохли может я слишком много говорю но они по ходу больше для тела подходят дальше с вами будем смотреть более такой вот темный оттеночек более такой шикарненький и посмотрим его уже на этом глазике как блестки нежные блестки да вот как раз ли детей но я думаю вы видите очень очень нежный такой потом великолепно такой прям дневной дневной прямо можно сказать домашний макияж получается и ребенку хорошо и ребенок не сможет себя сделать супер мега вульгарной особой вот я вот против когда дети прям сильно очень красятся сейчас вот этот посмотрим на он наверно тоже такой же легонький такой же легонький приятненький а так он пальчиковый давайте посмотрим вот так вот он отображается ну да он больше пальчиковый ну-ка давайте еще вот этот золотистый попробуем ну слушать это нормальная полноценной тени я бы вам сказала ничего не и не детские как бы кладутся довольно так серьезно и хорошо просто цвета цвета очень светлые тушевать мало что у нас с вами получается потому что очень светлые цвета такая вот красота так ну что супер ну и конечно хочется еще попробовать эти блестки это что-то чем-то девочки давайте попробуем блестки довольно таки сильные сейчас я возьму знаете что кисточку для губ эти блестки вот отлично наносится не только пальчиком но и какой-то вот такой кисточкой когда хочется что-то выровнять на самом деле они такие прозрачные невесомое очень красивая и наносятся хорошо и просто пальчиком так набираем видите как она набирается на кисточку для губ хорошо и будем смотреть ой ну вообще ребята такая полотность великолепная интересно отдам я эти блестки своей вики у меня просто вика не совсем это все понимает поэтому если ее ограбят она даже не поймет мне этот оттенок очень нравится я иногда отдаю детские тенюшки и она ими красится вот слушайте детские тени надо нам с вами заказывать взрослым мамочкам чисто ради этого оттенка кто любит блестки потому что очень красиво получается в живую вообще сказка если тут у нас с вами такой легкий приятный оттеночек да кстати на эти блестки можно положить все что хочется сверху вот эти блестки это вообще огромная огромная находка для тех кто любит плотный макияж а не полупрозрачный вот сейчас я возьму красотку прошлого обзора артикул 56 773 и мы с вами посмотрим что можно еще сверху положить вот на этот нежный мерцающий блеск а тут положить можно все что угодно да вот это подойдет шикарно будет это тоже подойдет будет очень красиво да согласны и это тоже подойдет будет великолепно давайте положим этот вот голографический очень сильно прилипает на эти блестки и те блестки еще мерцать изнутри и получается просто великолепие сейчас мы с вами потушу я и посмотрим как она получится растушевка тут очень важно смотрите какая красота ну и осталось уголочек нанести прошлый раз я не успела вот с этими тенями побаловаться но еще много с какими поэтому в этот раз у нас с вами есть возможность еще раз повторить эти тени слушайте какие хорошие тени очень хорошая передача и на большой слой теней они крылутся просто великолепно передаются тоже здорово уголочек затемнили и уже абсолютно другой взгляд у нас с получается хотя они заявлены как мерцающие да вот такие вот шелковистые если вот так сделать то вообще будет очень круто а потом растушевать кладутся чисто хорошо легко тушуются слегка осыпаются но это норма посмотрит мои обзоры уже знают где нормах где сильно крошится я обязательно скажу и стрелочку можно немножко черным продлить вверх и подтушевать смотрите какой у нас с вами красивый переход получился и вот эти тени мерцающие они у нас очень хорошо в итоге лягут ну на тени да очень хорошо ложится прям великолепно сейчас я тут немножко под уберу осыпание тоже убираются с них легко ничего не мажет все просто великолепно поэтому супер макияж делать легко и просто а сюда мы с вами попробуем вот эту красоту которую я тоже в прошлом обзоре не успела попробовать но очень хочется потому что под эти тени хочется что-то более темненькое давайте еще пальчиком попробуем ну да это тоже такие видите голографические пальчиковые тени их оттенок фиолетовый и серым он немножечко отливает при переходе до при блеске вот так вот и сейчас будем растушевывать его с вами так вот такая вот красота так вот такая вот красота и под глазик немножечко добавим и вообще получается шикарная история фиолетовый оттенок тут очень подходит и немножечко черненького в уголок блески так вот смотрите дорогие мои какая хорошая растушевочка у нас получилось великолепно просто я считаю что это просто бомба можно все что угодно перемешать и все что угодно сделать с такой палитрой это просто я вот честно говорю я в восторге от этого всего тени конечно слегка крошится больше чем обычно но я не вижу в этом ничего такого вот черный цвет он немножечко похуже вот тут вот эти места убирают поэтому конечно у кого будут крошиться тени да просто у меня уже привычка наносить так что у меня не практически не крошит и у кого будут они ну например сильно окрашиваться да там кто вот так кисточкой маш на конечно же лучше сначала сделать макияж глаз а затем уже сделать макияж щечек и так далее еще хочется блесточки покрыть черненький выровнять супер ну вот для меня изумрудная подводка она просто черная я не вижу никакого изумруда не на камеру не вживую у меня она просто черный цвет а вот эти вот все тени довольно таки достойные и классные особенно вот эти которые можно использовать как самостоятельные просто великолепно в своем исполнении нежный такой блестящий оттеночек но долговато сохнут честно сказать сохнут долговато поэтому конечно тут нужно быть поаккуратнее с ними но на самом деле их можно чтобы не замарать да наносить наслаивать и поверх чего угодно да вот таким например образом их можно наслоить они могут быть и над они под какими-либо тенями подождать пока подсохнут и тут чуть-чуть подрастушевать тоже вот очень красиво обычный да вот этот голографический эффект еще сильнее засияет или или под или над да или вот видите над можно даже посильнее нанести ну тогда надо вот минуту прям закрытыми глазами сидеть по-честному потому что они долго будут сохнуть но тоже очень красиво и аккуратно смотрится мне понравилось я буду с превеликим удовольствием пользоваться и я просто обожаю блески у меня очень много блесок из других магазинов еще я прям везде где вижу классные оттенки я покупаю 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 что по поводу детской палетки тени я скажу что это нормальная полноценная палетка даже для взрослых но тут нет возможности сделать какой-либо прям яркий яркий акцент тут просто тени они такие минималистичные но на самом деле очень хорошее качество и очень классно на мой взгляд вот этими тенешками нужно пользоваться поаккуратнее чтобы вот эти вот крупные блески они действительно крупные не попали бы ребеночку в глаз вот это важно чтобы он не разлюбил чтобы ваша дочка да не разлюбила себя украшать потому что на самом деле очень красивые палеты и очень много можно сделать клевых и классных вещей с ними посмотрите сами красота да и только а серый какой приятный до оттеночек раз-раз-раз и все уже ведь макияж новый и другой буквально чуть-чуть пигментация очень высокая у них поэтому конечно с ними надо осторожно и по чуть-чуть совсем прямо капельку и сразу и взгляд меняется до стал более таким черным крутым в общем я рада я рада что у меня есть такая палетка с которой можно сделать все и даже с утра сделав легкий нюд к вечеру можно уже сделать жесткий такой знаете макияж и все в одной палете взял с собой и не боишься но самое главное конечно не ронять те не имеют свойства от сильных ударов разваливаться это мы с вами тоже знаем вот такая красота и давайте с вами еще посмотрим блеск у нас с вами два вида блеска вот такие вот красавчики называется блеск для губ и бриллиант шарм у меня в наличии есть только розовый кварц того мне заказать не дали поэтому конечно у меня только 41 230 давайте посмотрим как же он блестит что это за красота не красота сейчас вместе с вами оценим блестит он тогда прикольно конечно нежный такой блеск и тоже слегка такой знаете голографический очень много блесток и он мне показался каким-то густоватым мы сейчас будем пробовать как все как на нет он такой полупрозрачный если его наносить в один тон абсолютно другая консистенция на глэм тим не похоже набирается очень нежненько помаленьку во рту сразу вкус пломбира ну и давайте верхнюю губу накрасим ну действительно бриллианты бриллианты очень сильно блестит так видите если его плотно наносить вот он такой то есть он подойдет как самостоятельный на мой взгляд даже без карандаша красота да и только ну все можно было бы идти гулять если бы макияж был одинаковый очень красиво колоритник красивый блеск надеюсь 2 такой же классный следующее у нас с вами туалетной водички таким легким приятным шлейфом они очень выражительны своем исполнении я бы вам сказала мне очень понравилось вся линейка называется тренди треки гол розовые тренди желтые треки и агау это у нас с вами голубенькая очень классной водицы но вот смотрите мне больше всего понравилось конечно же фруктово-цветочный аромат с теплыми нотами кашемира по стойкости я скажу что три часа она пока не выветрилась мне все понравилось слава богу но большего пока не могу сказать врать не буду тут идет и магнолия и жасмин причем магнолию кто меня давно смотрит я терпеть ненавижу но тут до такой степени прекрасной магнолия что я прям и этот аромат сразу выбрала что он будет мой поэтому как-то вот спасибо компании faberlic за такую красоту прям хочется еще себе вот прям на запястье нанести везде нанести еще раз послушать я вообще чувствую вот этот вот аромат цветочного восточного пиона и вообще не чувствую магнолию и жасмин представляете какой у меня интересный носик вот такой вот дальше треки у нас идет как фруктовый аромат сочными цитрусовыми нотами он тоже довольно таки прикольный но я цитрус люблю он мне нравится но тут слишком сладкий для меня я бы сказала цитрус я люблю или уже цитрус или уже сладкие а вот как-то сильно сладкий цитрус как-то я не очень не зашла это водится честно вам скажу но вот у меня девчонки и пробовали им она почему-то больше понравилась чем розовая поэтому дорогие мои придется вам пробовать мой нос вот такой интересный основные ноты апельсин малина и фейхо вот не знаю как то вот но не мое сочетание да а вот личи магнолия и кашемир мне прям очень сильно зашла и следующая водица она идет зелено-цветочный аромат с нотами жасминового чая основные ноты у нее идут бергамот зеленый чай и жасмин она на все случаи жизни так там я наносила вот так сюда нанесу еще ну вот да свежесть такая цветочная свежесть может быть где-то вот цветочки растут на берегу океана вот такой аромат честно скажу прямо вот я помню сидела фоткалась где-то около океана сидела и фоткалась и там были такие знаете белые розовые еще какие-то цветы и вот этот запах а немножечко напоминает мне вот этот гол вот что и свежесть и легкость и тут же какие-то цветы но я могу сказать что лично для меня все эти три аромата они идут прямо одноэтажные да и вот у некоторых ароматов иду там средние высокие ноты шлейф еще что-то тут мне кажется вот как вы их нанесли так они раскрываются нету нету вот этого да альфакторной пирамиды я бы сказала ее как бы не особо есть а вот феерик мадемуазель это конечно на мой взгляд . признай водится и очень интересная водится я ее когда начала наносить на себя я ее до конца еще до сих пор не поняла и не расслышала мне она пахнет то одним то другим ароматом но в целом это просто сладкий аромат я бы так выразилась но не просто конечно такая водится с характером нее идут основные ноты это мандарин амбра и ветивер вот я даже сейчас зашла на сайт вода мне очень приятно я не люблю сладкие воды но это вода мне приятно она идет древесно-амбровый с одной стороны аромат но я чувствую все-таки оттенок ауферика сенсуэль которая идет у нас как уже классический аромат которому 20 с лишним лет верхние ноты бергамот мандарин розовый перец ноты сердца цветок персика амбра и ланг и ланг и шлейф ветивер мускус и пачули очень интересная водится попробовать быть можно и в пробнике я так думаю я ее с удовольствием израсходу я думаю что скоро она покорит много сердец очень классная вода такая знаете не односложная и еще раз повторюсь насколько я не люблю сладкое вот настолько она мне действительно приятно и действительно хороша прям супер просто супер но и следующее это наши с вами лаки лаки у нас с вами идут кошачий глаз но так как вот эта штучка запаздывает магнит для маникюра кошачий глаз я ее конечно заказала но она запаздывает с артикулом 71 140 я вам покажу на своем магните только у меня магнит ромашка и магнит вот такой полосочка они конечно не такие сильные для вот такого лака но в принципе тоже неплохой вариант и так давайте же с вами делать ближе еще ближе и смотреть лаки эти лаки очень интересны они немножечко другие они не такие жидкие и не такие вот прям капучие да видите они немножечко по-другому наносятся и немножечко по-другому себя ведут ты не такие очень интересны значит это у нас цвет оникс получается с артикулом 71 116 давайте будем пробовать оникс ведь они какие интересные и как бы они когда их начала накладывать я поняла что они не такие жидкие они немножечко погуще чем обычные лаки вот наши до который мы привыкли ну что же давайте делать звездочки так 34 вот видите такие вот звездочки у нас с вами получаются хоба хоба очень красиво правда ведь а тут уже замерзла походу вот такие вот звездочки прикольные ромашки вернее это которая немножко замарала но я думаю вы поняли суть это классно делать самой вот такую красоту у меня магнитов много всяких но я решила вот на этой ромашечки вам показать так следующий цвет на менее прекрасен он называется фиолетовый сапфир с артикулом 71 120 давайте же его попробуем такой вот лак так 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 очень красивый лак я хочу такой маникюр уже хотя сегодня сделаю маникюр с нашей змейкой да кто узнал то узнал наши наклейки змейку так вот я уже хочу и этот теперь так давайте раз вот такой сделаем можно еще не тут сбоку на начало сделать вот такая такой вот цветочек у нас получается следующий лак тоже красавчик такой вот голубой на мой взгляд очень красивый лазурный топаз я вот кстати такой тоже теперь маникюр хочу божечки ты мой цвета вообще в этот раз очень великолепные вот этот лазурный топаз я и я хочу даже пальто такого цвета я еще давно такой вот прям глубокий оттенок и никак ни на одном сайте найти не могу так ну-ка давайте попробуем с вами точечка сделать получится ну что-то как-то не очень нет точечки не то вот прям цветочек это то на точечками все испортила да но смотрите смотрится все равно великолепно мне очень нравится ну и следующий оттеночек у нас с вами получается турмалин турмалин артикул 71 118 тоже очень красивый оттенок прям шикарный я прям кайфую от таких оттенков вот все три ну очень мне нравится очень красиво давайте делать ромашку 1 и 2 такая красота ой не видно было до 3 вот такая красота получается у нас с вами да я думаю вполне прикольно вот ну когда придет магнит и там будет тоже кошачий глаз и тоже будет здорово также то например не получилось я думаю что есть шанс и допустим перекрасить причем он знаете он когда высыхает он немножечко более свежим становится вот что я заметила сейчас только что да такое посвежее уже получается оттеночек вот вы например перекрасили и давайте еще раз сделаем хобана и можно снова делать рисунок так хобана видите да такие лепесточки вот это мне не понравилось как отображается не очень хорошо не знаю что это за точечки на другой стороне но можно ими что-то до подукрасить так слушать а у меня узнаете какой вопрос а если он замерз можно ли сделать так он еще не очень замерз ну давайте попробуем нет не реагирует только на сырой лак можно сделать какой-либо цветочек узорчика и так далее то есть обычная которая вот под гель-лак делают они тоже получается подходит но цвета согласитесь но очень красивые прям классные так ну что ж мои дорогие с вами была кононова анна проект faberlic онлайн до встречи с вами в новых видео рада была быть вам полезной конечно же кому очень полезно ставьте лайк подписывайтесь на меня чтобы не пропустить последние обзорчики да это был мой честный отзыв честный при честный все всем пока пока пока